МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Татьяна Молокова. Главное сегодня. Все реки текут. В Чебоксарах сегодня устраняли последствия серьезной аварии на трубопроводе. Первые изменения. Минфин предлагает увеличить бюджет 2013 и на плановый период до 2015 года. Отвезти ребенка в сад? Мама рада, папа рад. Столичные власти принимают меры по сокращению очереди в детские сады. Сегодня одна из Чебоксарских улиц превратилась в настоящую Венецию. Правда, местным жителям это не доставило никакого удовольствия. Потоки воды, разрушенный асфальт и перекрытое движение. Таковы последствия коммунальной аварии в Новоюжном районе столицы. Днем на улице 324-й стрелковой дивизии прорвало трубопровод. Последствия устраняют до сих пор. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Место происшествия. Первые минуты. Из-за прорыва трубы асфальт на проезжей части поднялся на несколько десятков сантиметров. Прямо в центре дороги образовалась глубокая дыра. На улицу клынули мощные потоки воды. Перейти дорогу здесь люди не могли долго, слишком глубоко. Даже проехать по этому участку отважились не все автомобилисты. Через некоторое время стало ясно, асфальт не выдержит мощного напора. По разорванной трубе прекратили подавать воду. Устранять последствия аварии к этому времени прибыли не только коммунальщики, но и пожарные. Через несколько минут место, где произошла утечка, оградили лентами и забором. Движение по этой дороге было тоже полностью перекрыто. Пропускали сюда только аварийные машины. Работать аварийные службы намерены даже ночью. Возможно, для того, чтобы завалить трубу, придется перекапывать асфальт. Уже известно, пробоина слишком глубокая. Пострадала труба диаметром 30 сантиметров. Много ли домов обесточили от воды? Примерно 5 домов где-то ориентировочно. Вечер, наверное, дадут, подадут воды? Ну, будем, не могу по времени сказать точно. Сколько продлятся восстановительные работы, коммунальщики пока тоже не рискуют загадывать. Все это время проезжая часть будет перекрыта. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Сегодня на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики обсудили выделение дополнительных средств в республиканском бюджете на 2013 и плановый период 2014-2015 годов. Документ предусматривает выделение дополнительных средств на повышение зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы, на строительство детсадов, переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда, капитальный ремонт многоквартирных домов, а также создание 20 фельдшерско-акушерских пунктов на селе. Михаил Ноздряков сообщил, что доходная часть республиканского бюджета составит почти 31 миллиард, а расходы – 35. Доходы в целом в 2013 году предлагается увеличить на 1 миллиард и 4 миллиона рублей. С учетом достаточно устойчивого развития экономики Чувашской республики и параметрами по завершению как по экономике, так и по бюджету за прошлый год, уточняются по собственным доходам, предлагается увеличить собственные доходы на 736,6 миллионов рублей. Кроме того, бюджет пополнится за счет налоговых и неналоговых отчислений трансфертов и субсидий из федеральной казны. Дополнительные средства в бюджете планируется потратить на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов, на реализацию программы «Чистая вода», на поддержку предпринимательства и строительство объездной дороги для полигона ТБО. По задаче строительства дошкольных образовательных учреждений в Чувашской республике предлагается увеличить объем средств на продолжение строительства и начало ряда объектов дополнительно 274,6 миллионов рублей. То есть по республиканскому бюджету данная сумма составит 366,6 миллионов рублей. Республиканский бюджет получит дополнительно 37 миллионов на программу «Земский доктор», а также на проведение лесоустроительных работ и ремонта в жилых помещениях. У столичных властей возникли к Михаилу Ноздрякову вопросы. Сегодня нам дают субсидии 107 миллионов рублей. Для детских садов нам требуется 147 миллионов рублей. И мы взяли на себя обязательства по строительству и реконструкции детских садов. В бюджете города в этом году предусмотрено 146 миллионов, республика софинансирует 36, плюс сейчас добавляет 25. Средств на выполнение взятых на себя обязательств не хватает. На сегодня прежде всего приоритет при рассмотрении данных вопросов совместно с Министерством образования. Речь шла прежде всего о завершении начатых объектов, поскольку сегодня изменились требования и предполагается вторая волна по уплотнению, значит, введению дополнительных детских мест в имеющихся помещениях. Соответственно, это тоже некая инвентаризация очереди и возможности по увеличению будет проведено. После этого в рамках уже второго уточнения будет рассматриваться выделение дополнительных средств на продолжение программы строительства реконструкции детских садов. Тем более мы ожидаем все-таки получить некую финансовую помощь из федерального бюджета на эти цели. На заседании Кабинета министров члены правительства рассмотрели проект закона об установлении потребительской корзины, а также приняли порядок назначения, выплаты и возврата единовременного денежного пособия усыновившим ребенка. Министр образования и молодежной политики Владимир Иванов отметил, что право на получение единовременного денежного пособия в 300 тысяч рублей принадлежит одному из усыновителей. Министры также утвердили положение об организации в Чувашии торжественных мероприятий, посвященных 100-летию чувашского композитора Филиппа Лукина. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Одна из самых обсуждаемых инициатив президента России – лишение губернаторов полпредов президента в регионах и руководителей домских фракций машин сопровождения ГИБДД. О том, как отнеслись к такому запрету в администрации главы Чувашии, нам рассказал пресс-секретарь Михаил Вансяцкий. А как сейчас глава Чувашии будет выезжать в другие населенные пункты республики? 14 февраля глава Чувашии выступит с ежегодным посланием Государственному совету и народу Чувашии. В 10 часов прямая трансляция сессии госсовета начнется на российском информационном канале «Россия-24», а также в эфире национальной телерадиокомпании. В 18.30 смотрите видеоверсию послания. В Чувашии будет создан институт уполномоченных по защите прав предпринимателей. Сегодня Михаил Игнатьев подписал указ о мерах по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. Документ предусматривает усиление гарантий защиты прав и законных интересов предпринимателей, обеспечения быстрого, беспрепятственного и открытого рассмотрения жалоб на необоснованные действия органов власти. Также будет учреждено почетное звание «Заслуженный предприниматель Чувашской республики». Кабинету министров поручено разработать инвестиционную декларацию, в которой будут сформулированы принципы взаимодействия, утвердить дорожную карту внедрения стандарта деятельности органов госвласти по обеспечению защиты прав и интересов бизнесменов. Новости предпринимательства, рассказы об успешном предпринимательском опыте, о государственной поддержке, актуальные комментарии и мнения экспертов. Все это и многое другое можно узнать в новой программе «Бизнес-среда». Совместный проект Министерства экономического развития промышленности и торговли и национальной телерадиокомпании стартует сегодня, 13 февраля. Смотрите по средам в 20.00. Одна из задач банка – способствовать как развитию России в целом, так и отдельно взятого региона. Чебоксарский филиал банка ВТБ пережил реорганизацию, превратившись в операционный офис, но сохранил полный функционал, полномочия и твердое намерение увеличить объемы кредитов на интересные и эффективные проекты. Среди клиентов ВТБ в Чувашии практически все крупные и средние промышленные предприятия. Соответственно, и речь идет о крупных проектах. За прошлый год бизнесу республики предоставлено кредитов на сумму около 5,5 миллиардов рублей. Наша Павловская дирекция занимает такое достаточно хорошее, уверенное место. То есть после трех городов-миллионников – Казань, Самара и Нижний. Естественно, мы не сравнимся с ними по потенциалу, но тем не менее мы всегда будем ставить для себя только самые высокие задачи. Одним из самых важных проектов, которые были реализованы с финансовым участием Чебоксарского филиала ВТБ, Дмитрий Фомин считает строительство логистического центра. Дело в том, что в нашей республике есть серьезная проблема с площадями для логистических центров класса А. Что такое класс А? Он включает в себя удобство погрузки, определенные масштабы и высота складского комплекса, развязки транспортные и так далее. И это очень важно, поскольку если мы хотим, чтобы у нас были дешевле многие продукты и так далее, то нам, естественно, нужно развивать здесь некие логистические кластеры. Поддержка предприятий, расширяющих внешнеэкономическую деятельность – один из приоритетов, обозначенных в Минэкономразвитии Чуваши. Со своей стороны ВТБ увеличил объем предоставленных таким предприятиям банковских гарантий более чем в три с половиной раза. Собственно, отчеты по всем направлениям идут со знаком «плюс», кроме просроченной задолженности. Она как раз сократилась. Неотъемлемая часть банковской деятельности – благотворительность. В рамках программы «Мир без слез» в прошлом году направлено около миллиона рублей на поддержку детского здравоохранения. На этот год приоритеты те же. Если это будет не «Мир без слез», то с большей долей вероятности это будет какая-то другая акция, может быть, в меньшем объеме, может быть, в таком же объеме, может быть, с таким же размахом. Но в любом случае мы обязательно сделаем в этом году подобную акцию. И еще одно достижение прошлого года. Банк ВТБ повысили рейтинговую оценку системы корпоративного управления. «Семь с плюсом» означает развитую практику корпоративного управления, раскрытие информации, соблюдение прав акционеров и высокий уровень социальной ответственности. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, «Республика». В городе сократятся очереди в детские сады, так заявляют чебоксарские чиновники. Строительство, реконструкция, расширение детских дошкольных образовательных учреждений, а также реализация нового проекта, по мнению властей, позволит ликвидировать нехватку в детских учреждениях. Когда эти планы станут реальностью? В нашем следующем репортаже. В 2012 году в столице республики построили два новых детских сада и один реконструировали. Открыли шесть групп полного дня и в действующую группу приняли более 500 детей. На этом администрация города останавливаться не собирается. В этом году администрация города Чебоксара запланирована вот в эксплуатацию детский сад и строительство и вот в эксплуатацию детский сад в юго-западном районе, это позиция 9. Детский сад «Юнитекс», который с прошлого года стоит на реконструкции, на улице Гладково, детский сад, вот в эксплуатацию. И, кроме этого, открытие дополнительных групп в детском саде «Колосок» на проспекте Мира. Раньше этот детский сад стоял на балансе Волжской ипотечной корпорации. В прошлом году он передан на баланс города. И дополнительно пять групп будут введены после реконструкции. Кроме этого, дополнительные места появятся за счет мониторинга очереди. Объединение нескольких групп в одну и более детальное изучение тех, кто нуждается в садике, поможет выявить свободные места. База сегодня не обновлялась в течение трех лет. И сегодня она анализируется, и мы выходим на фактическое количество детей, которым необходимы детские места. Сейчас дошкольное учреждение готовится к прибавлению. Более тысячи малышей в ближайшее время пойдут в детские сады. В середине марта мы уже сможем принять детей 2010 года рождения. И сколько у вас возможности сюда прийти? По техническому паспорту 23 ребенка мы готовы принять. Работа по комплектованию этих детей уже началась. Со вчерашнего дня мы начали обзванивать родителей. Больной вопрос нехватки мест в садах практически удалось убрать из разряда горящих, считают в мэрии. Частные детские сады за счет господдержки станут доступнее для родителей и помогут разгрузить очереди в муниципальные дошкольные учреждения. Насколько частные детские садики станут доступнее, будет известно уже в следующем году, пока родителям приходится платить колоссальные средства. С 1 января 2014 года сегодня финансирование детских садов перейдет на подушевое финансирование. И частный детский сад может совершенно так же, как и детский сад муниципальный, участвовать и получать софинансирование со стороны республиканского бюджета, со стороны Министерства образования Чувашеской республики на содержание ребенка в детском саду. Со стороны города в этом году будут разработаны и утверждены правила норматива софинансирования с точки зрения содержания помещения, в котором будет располагаться частный детский сад. Таким образом, если сегодня стоимость родительской платы в частные детские сады колеблется от 8 до 10 тысяч, с учетом софинансирования, и, конечно, уменьшится значительно в разы родительская плата. В столичной мэрии отмечают, что проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях будет решаться и в будущем. В 2014 году в планах построить и реконструировать 5 садов, в 2015 планируют строительство еще 11 дошкольных образовательных учреждений. Данифа Тагирова, Александр Петров, Республика. Колокольная Свято-Троицкого монастыря в АлатРе получила больше всех голосов в интернет-рейтинге на 7 лучших культурных и природных достопримечательностей Чувашии. Голосование проводилось для того, чтобы определить, какие достопримечательности потом войдут в парк «Россия». Его разобьют в Домодедове Московской области. Каждый регион сможет представить свою экспозицию, а в ней показать историю, культуру, традиции и природу края. В голосовании участвовали 22 объекта. Проходило оно на сайте Минкульта. Победителем стала колокольня Свято-Троицкого монастыря в АлатРе. Она получила чуть больше 11% голосов. Вместе со Свято-Троицким собором мужского монастыря колокольня образует единый архитектурный комплекс. Книга рекордов России назвала этот объект самой высокой бетонной монолитной колокольней. Высота превышает 80 метров. Немного больше 10% голосов завоевал мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР Андриана Николаева в селе Шоршилы. В семерке оказались также музей Бичурина в поселке Кугеси, Чебоксарский залив и Красная площадь, Цихвинский, Богородицкий женский монастырь в Цивильске, музей Чапаева и Чувашский национальный музей в Чебоксарах. Список лучших культурных и природных достопримечательностей сформирован. Его направят в дирекцию Парка России в Московскую область. Полицейские Чувашии встали на лыжню на спортивной базе села Маргауши. Прошел чемпионат МВД по лыжным гонкам. В состязаниях приняли участие 117 сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Продолжит Олег Ашнин. Первыми на старт вышли ветераны. Экс-милиционеры показали весьма неплохие результаты. Спортсмены оценивались в двух возрастных категориях. Среди мужчин до 55 лет самым быстрым оказался Александр Ефимов, представляющий патрульно-постовую службу. В наиболее почетной возрастной группе, старше 55-ти, победу одержал Владимир Сидоров из вневедомственной охраны. Следует отметить и ветерана Николая Михайлова из Урмар, который занял третье место. Ему исполнилось 73 года. Самым напряженным стал забег женщин на 3 километра. Сотрудница УВО Татьяна Шипилова, некоторое время не участвовавшая в соревнованиях, вырвала победу своей основной соперницы Натальи Алексеевой из конвойной службы, опередив ее на 33 секунды. А первый какой был у вас в конвейере? Перерыв три года. Я родила дочь. Ну, я бегала, но не была первая. Сейчас, наконец, подготовилась, и, наконец, мое первое место. Среди мужчин старше 40 лет в гонке на 3 километра первым пришел сотрудник конвойной службы Юрий Осипов. Кстати, он побеждает в этих соревнованиях уже десятый раз. Тем, кому меньше 40, преодолели дистанцию в 5 километров. В этой возрастной категории быстрейшим оказался Геннадий Тимофеев из Цивильска. Забеги среди мужчин до 35 лет, который год подряд победу одерживает Александр Антонов из УВО. Он проехал 5 километров за 12 минут 48 секунд. А соперники какие? Соперники. Соперники сейчас придут, наверное. В командном первенстве среди подразделений МВД золото у управления вне ведомственной охраны. Серебро досталось бойцам спецподразделений, бронза – конвойной службе. Районы отдела внутренних дел оценивались отдельно. Лучшими стали ядренские полицейские, немного им уступили цивильские и маргаушские лыжники. В преддверии праздника национальная телерадиокомпания решила поздравить всех влюбленных с праздником. Завтра, 14 февраля, с 14 до 16 часов в эфире национального телевидения несколько раз в эфире появится символ любви – сердце. Посчитайте количество появившихся сердец и напишите свой ответ в нашей группе ВКонтакте. Победитель получит сладкий приз. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин